Их признали преступниками и отправили за колючую проволоку. И сразу на лесоповал Соликамск. Это один из самых страшных лагерей. Они никого не убивали и не грабили. Но советская эфемида объявила их вне закона. Поручий Голицын. К атаке готовьтесь. Враг народа, антисоветчик, шпион, предприниматель. Перед самым выступлением Галич зашел в буфет, хватил полный стакан коньяку, вышел и врезал. Они проведут лучшие годы своей жизни за решеткой. Она не выдержала, она сломалась. А выйдя на свободу, узнают, что закон изменился. И то, что еще вчера считалось преступлением, теперь чуть ли не норма. Нужно было восстанавливать документы, нужно было восстанавливать жилплощадь, квартиру, получать работу какую-то новую. Как им удалось найти в себе силы не утонуть в злости и обиде и идти дальше, не оглядываясь назад. Ночью в тюремной камере загоралась тусклая лампочка. Зое казалось, что в этом полумраке воздух сгущается, становится душным и липким, и давит со всех сторон, не давая дышать. Промаявшись часа два, заключенная все-таки забылась тревожным сном. Она спит и слышит, что у нее на лице что-то такое. И она открывает глаза, а перед ней крыса. И она говорит, я без памяти вот так вот сбросила ее. Ну, инстинктивно, понимаете? Зоя Федорова, так звали заключенную. Могла ли она, звезда советского кино, любимица зрителей, лауреат двух сталинских премий, еще месяц назад представить, что ее обвинят в шпионаже и бросят в камеру Лефортовской тюрьмы? Ведь еще совсем недавно жизнь была изумительно прекрасной. Она любила и была любима. Он действительно был красавец, американец был. Зоя познакомилась с американским военным атташе Джексоном Тейтом в доме приемов МИДа 23 февраля 1945 года. Ей было 38 лет, Тейту 47. Зрелые люди. Но они влюбились друг в друга, как подростки. С первого взгляда. Там же не было все какое-то случайное соитие. Нет, конечно, это было увлечение, может быть, вспышка такая сумасшедшая. Ей было свойственно, наверное, вот такое чувство взрывное, эмоциональное. В начале июня 1945-го Федорова уехала на гастроли. А когда вернулась с ужасом, узнала ее возлюбленного, объявили персоной нон-грата и выслали из страны. Как раз в тот момент, когда она собиралась сообщить Тейту радостную новость. У них будет ребенок. Для того, чтобы как-то скрыть, очевидно, что у нее ребенок от иностранца, пусть даже и союзника на тот момент, она вышла замуж за своего аккомпаниатора, за руководителя ансамбля, с которым она гастролировала. 13 января 1946-го года Зоя Федорова родила дочку Викторию. Как же она хотела рассказать об этом Джексону. Но между двумя странами, казалось, выросла глухая стена. Письма уходили будто в никуда. Зоя писала и писала. Она ждала, вот-вот любимый вернется, позвонит в дверь, замрет на пороге. 27 декабря действительно раздался звонок. Затем стук. Вооруженные люди в форме перевернули в квартире все вверх дном и увезли актрису на Лубянку. Ну, что по тем временам предъявили? Шпионаж. Потому что американский военно-морской атташе – это явно человек, который занимается военной разведкой. Ее красавец Джексон – шпион? Зоя просто не понимала, о чем речь. Она твердо знала только одно. Немцы – враги, американцы – союзники и друзья. Вот это и есть ее природа. Добрая, хорошая, непредназначенная для того, чтобы разбираться в каких-то политиках, в каких-то там, я не знаю, материальных заботах, понимаете, комбинациях. Зоя Федорова была не единственной в СССР, кто свято верил. Если у тебя чистая совесть и добрые помыслы, то тебя обвинить не в чем. А уж тем более сейчас, после победы над фашистской Германией. Именно так думал и Михаил Танич, когда, пройдя пол Европы, вернулся с фронта. На груди ордена Красной Звезды и славы Третьей степени. А в сердце уверенность – врагов больше не осталось. Кругом одни друзья и единомышленники. Все пришедшие с войны ребята и всех спрашивают, как там Европа, у нас же железный занавес. И он, как всегда, с юморком спрва сказал, что бабы там такие, как и тут, а вот дороги там хорошие. И вот он похвалил эти дороги, автобаны, и еще он похвалил приемники. Таничу было 24 года. Наивным он не был. В какой стране живет, очень хорошо понимал. Его отец был расстрелян в 1938-м, как враг народа. Мать репрессирована. И все равно он не увидел никакого криминала в своих словах о дорогах и радиоприемниках. На этой фотографии Таничу 24 года. Снимок сделан за день до ареста. Следствие длилось недолго. Восхвалял жизнь за границей и возводил клевету на условия жизни в СССР. Приговор – шесть лет лагерей. И сразу на лесоповал Соликамск. Это один из самых страшных лагерей. Это легенда ходит, что он там писал стихи. Может быть, в голове кто-то и складывалось. Но когда тебя поставили ниже Плинтуса, как человека, как личность, то ты не способен творить. Танич сидел не в политическом лагере, а в смешанном, с уголовниками. Законы на зоне были волчьи. Его другу Никите Бутцеву в драке перебили позвоночник. У самого Танича были обморожены ноги. Начиналась гангрена. Ему предложили в лазарет и отрезать ноги. Он сказал, ну, если вы мне отрежьте ноги, я точно никогда не выйду из лагеря. Они бы там умерли оба, и Никита, и Танич. Но случилось так, что приехал Константин Ротов. Был такой в «Крокодиле» известный художник, который первый иллюстрировал 12 стульев и золотой теленок. Константин Ротов был осужден за шпионаж в пользу Японии. Но ему все же доверили заниматься политагитацией. Рисовал плакаты. Танич с другом попали к нему в бригаду. И он говорит, это единственное, что меня спасло, потому что с моими ногами я уже не мог ходить на лесоповал. Я просто там день под деревом загнулся. Зоя Федорова до последнего верила, что ее признают невиновной и отпустят. Но как можно наказывать за любовь? Даже когда она услышала приговор, 20 лет лагерей, оставалась надежда, что все еще можно изменить. Особенно, если за нее заступится всемогущий покровитель – Берия. Ведь однажды он ей уже помог. И как помог? В 1938 году попал под репрессивную машину ее отец. И вот на приеме в честь вручения наград она подошла к Берии и попросила его. И Алексей Федоров, к тому времени отсидевший почти 3 года из 10, вышел на свободу. Зоя думала, что и в этот раз Лаврентий Палч протянет ей руку помощи. Наверняка он просто не знает, что с ней случилось. Надо написать одно письмо, и она будет вспоминать этот эпизод как досадное недоразумение. Я вам благодарна за то, что вы помогли моему отцу, и вы знаете, с каким уважением я отношусь к вам, и что я патриотка нашей страны, никогда в жизни не предам никого, и потом я женщина, я могла влюбиться. Если бы знать, чем обернется, это отчаянное послание. По личному распоряжению Берии приговор изменили. Вместо лагерей Федорову отправили во Владимирскую тюрьму, легендарный Централ, конфисковали все имущество и добавили еще петли. А родную сестру Александру вместе с детьми и годовалой дочерью Федоровой, Викой, отправили на вечное поселение в Казахстан. Почему всесильный министр внутренних дел так поступил с актрисой? Можно только гадать. Федорову никогда не признавалось, что ее отношения с Берией не ограничивались лишь чинными встречами на официальных праздниках и приемах. Но в его реакции на письмо заключенной явно сквозило нечто глубоко личное. Мы можем только предполагать, что такое произошло, понимаете? Так же, как мы можем предположить, что просто он, так сказать, приевновал ее и посадил. Она не выдержала, она сломалась там, к сожалению. 25 лет в каменном мешке с крысами. За любовь. Она выйдет, когда ей будет 65. Эта мысль была невыносимой. Как прожить, выдержать? А главное, зачем? Зоя дождалась, когда сокамерницы заснут. Разорвала простыню на ленты, встала на табуретку, закрепила веревку на решетке окна, продела голову в петлю. Не зря актриса боялась того, что может ждать ее через четверть века. Михаил Танич провел в заключении 6 лет, но на этом его личный ад отнюдь не закончился. Три года поражения в правах, работа в качестве разнорабочего на стройке. И даже после реабилитации в 1956-м он не мог найти нормальной работы. Перед ним было закрыто все. Все ворота, все двери закрыты. Ни работы, ни внимания, ничего. Вот ты как бы проклятый, ты как бы прокаженный. Вот там, туда, давай, давай, туда, к прокаженному иди, там с ними живи. То ли от кромешного отчаяния, то ли просто время пришло, но к 32-летнему Таничу именно тогда вернулась способность писать стихи. Прежде он пытался рифмовать только на фронте. Несколько четверостишей, опубликованных в местной многотиражке, увидела Лидочка Козлова, приехавшая в Волжский по распределению после окончания техникума. Ты не жди от меня совета. И не жди от меня подсказки. Я и сам заблудился где-то, как Иван Дурачок из сказки. И кончалась тем, что вот, значит, царевна лягушка, вот, окажется, вот, верной женщиной. Ну, я прочитала это, придумала музычку. В кругу знакомых на празднование 7 ноября Лида под гитару спела новую песенку. Танич тоже был на этой вечеринке и слушал, видимо, внимательнее всех. Он сразу понял, что это судьба. Гости вскоре разошлись, а они с Лидой все разговаривали и разговаривали. Как правило, очень сильно влияет на человеческую жизнь вот такой отпечаток, какова была жизнь Танича. И такие люди, конечно, обозлены на все, и у них меняется психика, у них меняются взгляды на жизнь, они ни во что и никому не верят. Вот как раз Танич это вот исключение исправил. Через два года Танич с Лидой перебрались в подмосковный город Орехов Зуева. Стихи особого дохода не приносили. По действовавшим правилам, больше одного стихотворения в месяц в газете не печатали, а это 29 рублей, на которые надо умудриться прожить молодой семье, в которой к этому времени появились две дочки. Ситуация оказалась почти безнадежной. И тут случайная встреча. Оказавшаяся буквально судьбоносной. Михаил вышел из кабинета редактора. Хотелось хлопнуть дверью, но воспитание не позволяло. Его стихотворения «Текстильный городок» не взяли. Сказали, чувствуется какой-то подозрительный подтекст. Танич зашел в курилку. Один двухметровый, может, стоит. И этот двухметровый вдруг говорит, а чего вы такой грустный? Он говорит, да вот, хотел стихотворение напечатать в газетке. Он говорит, а можно я почитаю? Читает. А можно я возьму, а попробуем стать? Композитор, не знаете, Ян Фрэнкель. И вот через какую-то там неделю или две он написал музычку вот этого «Текстильного городка». В считанные дни песня «Текстильный городок» в исполнении Майи Кристалинской стала, как бы мы сейчас сказали, шлягером. Почему подчеркнуто простой текст о жизни девушек-ткачих оказался настолько близок и понятен советскому слушателю? Конечно, он был знаток женских душ, просто как никто другой. Вот он понимал, он никогда не спрашивал, как другие поэты меня всегда спрашивают, я сразу злюсь на этот вопрос, о чем бы вы хотели петь? Откуда я знаю, о чем? Он никогда не задавал мне подобных вопросов. Ему нужно было просто со мной поговорить. Он совершенно четко распознавал мои все вот эти вот и сердечные дела, и мою душу. Страна пела «Городок», и семья Танича по праву надеялась, что теперь они смогут выбраться из нищеты. Но, увы, первое отчисление за песню Танич получил только через два года, в 1963-м. И это была колоссальная для него сумма – 240 рублей. Часть денег Танич сразу потратил на трофейный радиоприемник. Чудо немецкой техники ловило радиоволны со всего мира. И вот тогда он впервые засмеялся и проявился его весь веселый характер. Сказал, ну надо, какие дураки, ли, да они меня посадили, зато я сказал, что приемники в Германии хорошие. Вот, так что вот таким образом мы начали потом подниматься. Мы выбираем, нас выбирают. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньора не назову. В дальнейшем жизнь Танича складывалась вполне благополучно. Песни на его стихи звучали буквально на каждом концерте советской эстрады. И он как песенник, я его считаю номером один поэт. Но напряжение и готовность к аресту и несправедливому обвинению не покинет его до самой смерти. Он, конечно, в душе имел претензии к строю, который так с ним несправедливо обошелся. И он очень долго выходил из этого состояния. Уже он начал писать лесоповал, он же очень не хотел писать лесоповал. Он вот, опять сейчас нафиг посадят на 10 лет. Из петли Зою вытащили. Сокамерницы проснулись от грохота и хрипа. Успокоили, как смогли. Отчаяние накатило с новой силой. Пытка с жизнью продолжается. Она находилась в таком очень плачевном состоянии до ее встречи с Руслановой. Вот так, как говорят, что Русланова ее вытащила из этого состояния. Лидию Русланову, популярнейшую в Союзе исполнительницу народных песен, осудили в 1948 году на 10 лет за антисоветскую агитацию. Во Владимирскую тюрьму ее перевели из лагеря в качестве наказания. Неунывающая, дерзкая, свободная даже за решеткой Лидия Андреевна буквально заставила Зою жить, вопреки всему, жить и надеяться на чудо. И ведь Русланова оказалась права. После смерти Сталина дела политических заключенных начали пересматривать. Обвинения в шпионаже Зои Федоровой сняли в феврале 55-го. Она, когда вернулась сюда, ну, вернулась из ссылки, да, там нужно было восстанавливать документы, нужно было восстанавливать жилплощадь, квартиру, получать работу какую-то новую и так далее. Ей помогали очень многие люди. Директор массфильма Иван Пырьев восстановил актрису на работе. Уже через год Зоя Федорова снялась в небольшой роли в фильме «Медовый месяц». Я опаздываю. Мучаете вы себя этой работой, я не заветствую. А затем предложения посыпались одно за другим. Ну, вы не сравнивайте Танича. Танич сегодня фигура. А кто был Танич? Да никто. А она была дважды лауреатом Сталинской премии, она была любимицей публики. Зоя Алексеевна наконец-то встретилась с дочерью. Девочка оказалась поразительно похожей на отца. Высокая, тонкая, невероятная красавица. Она каждую секунду заставляла мать вспоминать о потерянной любви. Федорова вновь попыталась связаться с Тейтом. Через знакомую передала письмо в Америку. Знакомая подтвердила, оно дошло до адресата. Но ответа Зоя Алексеевна не получила. Холодная война шла и так далее. И хвастаться тем, что у тебя был роман с русской, тоже, может быть, было опасно. Федорова не показывала никому, насколько ранит ее молчание любимого человека. Того, из-за кого она провела в аду почти 10 лет. Ну что ж, тюрьма научила ее стойкости. Зачем думать, как бы все могло сложиться, если бы не арест? Надо жить дальше. А потом, кто знает, что еще уготовила тебе судьба. Казалось бы, вот, пережить невозможное. А она выходила, как ни в чем не бывала на сцену, хохотала. Несла с собой такой запас энергии и веры в жизнь, веру в добро. Кто-то старался забыть о страшном прошлом, а кто-то безжалостно рассказывал о сталинских лагерях во всех ужасающих деталях. Известный сценарист и драматург Александр Галич тоже слышал эти рассказы. К тому моменту он был практически живым классиком. Его пьесы изучались в институтах. Фильмы пользовались любовью не только зрителей, но и властей. ПЛЫЛА КАЧАЛАСЬ ЛОДОЧКА ПЛЫЛА КАЧАЛАСЬ ЛОДОЧКА ПЛЫЛА КАЧАЛАСЬ ЛОДОЧКА ПЛЫЛА КАЧАЛАСЬ ЛОДОЧКА Ночью-ночью был чистой судьбы человек. Удачливый до черта. У женщин удачливый. В театре удачливый. В литературе удачливый. Симпатичнейший, красивый человек. И вот перед этим благополучным, не испытавшим на себе никаких репрессий и гонений человеком, внезапно разверзлась бездна. Когда хлынули из лагерей все эти возвращенцы наши, и открылась эта огромная страница нашей истории. И если содержание было ему известно раньше, то масштаб уверенно не был ему известен тоже. И Галич начинает писать песни. Сначала вполне безобидные. Гулять, боясь, с подругами, и нюхать бастерей, а надо же, пирюгами, ругаться людей. Юмор в песнях оставался добродушным до тех пор, пока их автор не понял. В стране, по сути, ничего не изменилось. Бывшие палачи чувствуют себя прекрасно. Они не раскаялись. В этом Александр Галич был абсолютно уверен. Ведь он лично знал многих власть придержащих. И тогда появилась песня «Ошибка» об охоте советских чиновников в заказнике под Нарвой. Где полегла в 43-м пехота, Где полегла в 43-м пехота, Где полегла в 43-м пехота, Где столку зазряв, Там по болотам гуляет охота, 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 Там по болотам гуляет охота, Трубят ягеря. Там, правда, не очень ясно, что за охота там гуляет, но якобы речь шла именно о какой-то правительственной, о каком-то заказнике, О том, что охотились современные чины И партийные боссы. Но что, казалось бы, Такого угрожающего для государственного строя В этой песне? Галич не был диссидентом, Не писал писем, Клянящих позором советскую власть, Не выходил с транспарантом на Красную площадь. Он всего лишь сочинял и пел песни. Но в них были такие обидные детали. Последней каплей стало выступление Галича В марте 1968 года В новосибирском академгородке. Как гордимся он современник, Что он умер в своей постели. Перед самым выступлением Галич зашел в буфет, Хватил полный стакан коньяку, Вышел и врезал память о Пастернаке. Когда свеча горела, Никакая не свеча горела, Люстра очки на морде. Молоча горели шустро, И дальше в конце, А у гробов стали мародеры, И несут почетный караул, Так он закричал в конце. И зал поднялся. В решительном и едином порыве, А на следующий день уже поднялось начальство. Скорее всего, владелец этих Шустро блестящих на морде очков Узнал в песне себя. Как и в случае с Зоей Федоровой, Личный фактор оказался решающим. Пьесу Галича «Матросская тишина» запретили. Ее авторы исключили Из Союза писателей И Союза кинематографистов. Ну нельзя выступать против Советского Союза, Вот с точки зрения Советского Союза. Но нельзя петь такие песни, Которые он пел против своей страны, Давшей ему так много. Вот что особенно обижает. Галич перенес инфаркт. Получил вторую группу инвалидности И пенсию в 54 рубля. Больной, почти нищий. Он все равно был невероятно популярен. Что делать с певцом и поэтом? Варианты были. Например, объявить сумасшедшим, И отправить на лечение. Или просто посадить в тюрьму, По ложному обвинению. Так как это сделали, например, С мальчишкой по фамилии Дайнекин, Взявшим себе звучный псевдоним, Звезденский. Ему всего 16 лет, А он выступает в расцветших В эпоху оттепелей кафе, Со своим поручиком Голицыном. Поручий Голицын, К атаке готовьтесь. Корне Табалянской Седлайте коня. Конечно, я понимал уже, Что такое власть. И самое главное, Что был упертый Такой вот по юности. После концерта, Где Звезденский Исполнял свои песни, Незнакомая очаровательная девушка Пригласила его на прогулку По ночной Москве. Кто бы отказался. То, что в машине был еще брат девушки Со своей подругой, Юного певца не смутило. Компания успела проехать метров 800. Вдруг свисток какой-то. Милицейский свисток. Эти быстро выскочили впереди. Парочка сладкая. Моя барышня тоже испарилась. Я не могу понять, В чем дело. Что такое. Оказалось, машину угнали. И там были какие-то там драгоценности. На первом же допросе Михаил понял. Обвинение в угоне машины И краже драгоценностей Формальный повод. Вы поете запрещенные песни, Антисоветские, Против режима. Звездинского продержали в тюрьме 7 месяцев. Затем был суд и приговор. Один год условно. Выйдя на свободу в 1962-м, Звездинский не знал, что его путешествие по лагерям только начинается. И что хрущевская оттепель, по сути, закончилась. Людей пересажали, там массу людей. Я был один из жертв вот этой оттепели, когда как бы расслабился. А вот Галича не посадили. Слишком уж он был известен. Для него нашли другую меру наказания. Летом 1974-го Александра Аркадьевича пригласили в Норвегию на семинар по творчеству Станиславского. Сразу же после пересечения границы ему объявили о лишении советского гражданства. Из Норвегии Галич переезжает сначала в Мюнхен, затем в Париж. Там начинает работать на радиостанции «Свобода». Казалось, жизнь снова налаживается. И у него уже зажился круг знакомых, и семейные дела его наладились, устроились, и все у него стало хорошо, и вдруг вот это вот несчастье. 15 декабря 1977-го года в два часа дня Александр Галич получил смертельный удар электрическим током, когда устанавливал антенну на домашнем телевизоре. Зоя Федорова была готова отдать все на свете, чтобы снова обнять любимого. И судьба с милостью велась. В 1973-м году актриса получила наконец письмо от Тейта. Он просил за все прощения и приглашал Зою и Вику в Америку. Вику выпустили к отцу, вот, она туда поехала, вот осталась там, значит, в Америке, выйдя замуж за летчиком. Виктория Федорова и советские власти позволили выехать в Америку, но они торопились дать разрешение на выезд ее маме. Только в 1976-м году Зоя Алексеевна получила визу. Актрисе было уже 69 лет. Тейту 78. Встреча двух пожилых людей, когда-то так любивших друг друга, была светлой, но нерадостной. За три месяца счастья каждый из них заплатил по-своему. Тейту уволили с дипломатической службы. Он ушел на флот и дослужился до адмирала, женился. Но его сердце всегда принадлежало лишь одной, далекой русской возлюбленной. Зоя смотрела в родные глаза и понимала, это долгожданная встреча последняя. Зоя Алексеевна вернулась в Москву. Спустя два года Джексон Тейт умер. Дочь Виктория снова и снова приглашала мать переехать к ней в Америку. Федорова отказывалась. В гости пожалуйста. Она совсем никогда. Знала бы она, чем обернется это решение. Она не могла уехать. Мы даже с ней говорили на эту тему. Да что я, говорит, там буду делать. Я вот хочу ездить по нашим селам, городам, деревням и где угодно. Была бы сцена и был бы зритель. Действительно, настоящий актер не может существовать без зрителя. Вот и Михаил Звездинский не мог жить без песен и концертов. А поклонников у него была масса. Правда и врагов хватало. И в 1973 году после хорошо организованной провокации его снова посадили. Я опять как диссидента поет эти советские песни. С иностранкой встречается мне пять лет и из них три года в Цулукидзе в лагере чайной плантации, но строгий режим. Но и выйдя на свободу Звездинский снова поспешил на эстрадные подмостки. Тем более, что у него появился могущественный покровитель. Точнее покровительница. Слушать пропоручика Голицына и плачущие свечи любила Галина Брежнева. Причем в домашней обстановке. В то время дочь генерального секретаря ЦК КПСС была замужем за Юрием Чурбановым, заместителем министра внутренних дел СССР, который однажды и застал автора и исполнителя буквально у себя в гостиной. Он присел сначала на Гольцстане стой выпей за Мишеньки на здоровье. Это искра Божья, а ты у меня инорал. Ну так вот издевался. Чурбанов нехотя вытянулся во фронт. А у Звездинского тоскливо засосало под ложечкой. Он понял, только что у него появился враг. Могущественный и мстительный. Я ей на ухо говорю, ты что, обалдела, что ты меня подставляешь? Мне это надо? Вилы мне. А пусть знает свое место. Ну ясно, дочь генсека, избалованная. Предчувствие музыканта не обмануло. Чурбанов оскорбления не простил. 8 марта 1980 года Звездинского снова арестовали. Взяли прямо во время концерта в ресторане. На этот раз ему инкриминировали незаконное частное предпринимательство. Приговор 8 лет исправительно-трудовой колонии в Бурятии. Карцеры, барак усиленного режима во всех этих напайках, на таких, когда раз в три дня кипяточек и три крупинки там без горячего раз в три дня. В Брежневскую эпоху были, что называется, любимые статьи, по которым отправляли за решетку неугодных. Частное предпринимательство, контрабанда, нарушение правил валютных операций. В то время вот эти все статьи применимы были к любому человеку, который пытался зарабатывать какие-то деньги. Помимо 100 рублей зарплаты, которая в то время в среднем получал советский гражданин. Юрий Айзеншпис, 24-летний выпускник экономического института, был директором рок-группы «Сокол» и, как сказали бы сейчас, преуспевающим бизнесменом. Музыканты ездили, одеться-то надо, и приходилось общаться со всякими продавцами интересной одежды. Не, ну аппаратуру он там покупал. Аппаратуру надо было покупать, поэтому надо покупать было валюту. Айзеншпис знал, где достать валюту, а где качественную аппаратуру. Это была чистой воды взаимовыгодная коммерция. Как он погорел, он нам не рассказал. Ну да, может, его и подставили. Тогда такие провокации КГБшные были вполне в ходу. Его арестовали в 1970-м. Две статьи Уголовного кодекса, контрабанда и нарушение правил валютных операций. 10 лет с полной конфискацией имущества. Отсидев положенное, Айзеншпис вышел на свободу и через месяц был снова арестован и осужден еще на 10 лет. Были попытки убийства, были попытки изнасилования, было все. Были попытки ночью зарезать. Звездинский Айзеншпис вышли на свободу в 1988-м. Их встретила страна, где на каждом углу мерцали рекламы валютные обменники и процветало частное предпринимательство. То, за что их в свое время отправили за колючку. А семью годами ранее, в начале 80-х, в стране продолжалась эпоха, позже названная застоем. В этом мутном умуте все решали связи и должности. За решетку отправляли мелкую рыбешку. Рыба покрупнее могла позволить себе все, вплоть до убийств. Зоя Алексеевна Федорова была знакома с очень крупной рыбой. Однажды за эту дружбу она уже отдала 9 лет жизни и с тех пор была крайне осторожна. Зоя Алексеевна мало кого к себе пускала. И даже несмотря на наше знакомство, разглядывала глазок долго. 11 декабря 1981 года племянник Федоровый приехал навестить тетушку. Позвонил. Тишина. Пришлось извлечь дубликат ключей. В квартире было подозрительно тихо. Прошел в комнату и застыл. Зоя Алексеевна сидела за столом. В руках телефонная трубка. На полу лужи крови. У кого поднялась рука нажатная пистолетом? Ее убили в затылок. Это что такое? Это какая-то я не знаю как можно после этого жить вот тому человеку, который это сделал. Убийство актрисы Зои Федоровой не раскрыто до сих пор. Так же как и гибель Александра Галича, которая и сегодня вызывает споры. Многие уверены, что его смерть не была несчастным случаем. У нас очень странная страна и очень странные судьбы людей. Очень странные. Кто из них герой, кто не герой. Разобраться почти невозможно. Сегодня мы живем в другой стране. В ней можно выходить замуж за иностранцев, рассказывать политические анекдоты, заниматься бизнесом и петь что заблагорассудится. И кажется невероятным, что совсем недавно за такие простые и естественные вещи можно было запросто попасть за решетку или даже получить пулю в затылок. Впрочем, как говорится, времена не выбирают. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова